Всем привет, меня зовут Роман и это мой канал о хоккее. Подпишись на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Сегодня ночью состоялся второй матч серии между Тампой и Далласом и это был очень крутой матч, просто супер. Начался он с того, что Кучерова просто вынесли вперед ногами. Буквально за 10 секунд он сначала получил удар от Джейми Бена, после которого, мне кажется, можно было получить сотрясение мозга. Затем получил удар уже клюшкой по лицу, по своему визору, упал и за это дали большинство, правда Тампа не смогла его реализовать. Позже Кучерова ударят еще раз, он попытается заблокировать бросок, не удержится, начнет падать и в этот момент в него врежется Алексяк, по-моему. И он ударится в борт, сломает себе визор и вообще уйдет со скамейки запасных. В этот момент сердце жалость, я думаю, все, сейчас еще если Кучеров будет травмирован, поинт непонятно, тоже с травмой играет. В общем, все лидеры Тампы бы выбыли, но слава богу Кучеров вернулся. Вообще по первым минутам казалось, что Даллас сожрет эту Тампу, потому что было ощущение, что они быстрее, они очень высоко прессинговали и у защитников Тампы вообще не было абсолютно никакого пространства для того, чтобы начинать атаки. Помогло удаление на Кучерове, тогда Тампа хорошо поводила шайбу, побросала, но забросить не смогла. Затем Джо Павелски зачем-то нарушил правила, все в абсолютно непонятной ситуации. Да, там Сирелли был первый, но это было в средней зоне, он практически колено в колено. Тампа реализовала большинство, сделал это Брэндон Пойнт с передачей Никиты Кучерова. Счет стал 1-0 и в целом вроде как игра вернулась к тому состоянию, в котором она была, но потом случилась моя любимая рубрика самых глупых удалений. Зачем-то Джейми Алексяк в центре площадки, вообще когда шайба в чужой зоне, нарушил правила и привез еще 1-2 минуты. И в этот раз гениальный розыгрыш от Тампы, гениальным там была передача Кучерова, который несмотря на то, что его с самого начала матча жестко прессовали, выдал просто гениальный матч. Он вроде бы был незаметен, но он всегда мог обострить момент в ситуации, когда этого совсем не ждешь. И вот во втором розыгрыше большинства он дает вот эту диагональную передачу. Пала даже имел возможность шайбу обработать, только после этого низом послать в пустеющий угол Худобина и счет стал 2-0. И казалось, что это отличный старт для Тампы, но потом опять атака сходу и Кевин Шаттенкерг с синей линии с угла набрасывает ворота, шайба задевает защитника и попадает в дальний угол Худобина. 3-0. Отличное начало первого периода, который на мой взгляд поначалу бы и вообще никак не предсказывался. Второй период был поскучнее, потому что счет как бы 3-0 и вроде Ганди Кап очень хороший для финальной серии, но по сравнению с первым периодом игра на мой взгляд на какой-то короткий срок утратила вот этот нерв. Затем Даллас начал из себя вытаскивать энергию, начали они бить их, опять же начали высокий фарчекинг, то есть они встречали очень высоко, Тамп опять лишилось пространства. И Даллас стал очень здорово атаковать и все дошло до того, что Даллас стал зарабатывать удаление. Одно из таких удалений реализовал Джо Павелски, который просто фантастическим образом умеет играть на пятачке. У него уже это десятая шайба в этом розыгрыше, а человеку больше 36 лет уже на секундочку. Незадолго до этого был момент, когда Никита Кучеров выдал передачу на Пакета. Непонятно, как они оказались вместе в одно время на площадке и Пакет бросил штангу. Вот если бы в тот момент счет стал 4-0, конечно это было бы АГГ. Но этого не случилось. Даллас реализовал большинство, счет стал 3-1 и уже появились какие-то шансы. Вообще за этот матч Никита Кучеров сделал, на мой взгляд, 3 гениальные передачи и 1 голевую передачу в большинстве, которые мы уже видели. В третьем периоде задача у Тампы была, на мой взгляд, постараться как можно дальше отодвинуть игру от своих ворот. Не особо рисковать и не давать нападающим Тампы играть тот хоккей, который они любят. Начало этого периода это в принципе удавалось. Затем родилась ошибка на пересменке. Опять же в таком матче, почему так невнимательно поменялись. И Александр Адулов здорово стянул на себя двоих, отдал Клинбергу, Клинберг нашел клюшку Янмарка, счет стал 3-2 и вот тут уже запахло овертаймом. Вообще на протяжении этого третьего периода складывалось впечатление, что если Даллас сумеет найти в себе ресурсы для того, чтобы сравнять счет, то они этот матч выиграют и выиграют эту серию. Но надо дать должной Тампе, которая сумела найти в себе силы и удержать это преимущество и добыть такую очень важную победу. Если брать персонали, то Антон Худобин сыграл здорово. Во всех трех шайбах нельзя назвать его виновным. Были моменты, когда он подтащил. Андрей Василевский сыграл хороший матч. В этих двух шайбах тоже нет его вины. Более того, был выход там у Павелски, когда он вышел один на один, он спас. Там еще были моменты. Он сыграл очень здорово, надежно. Ну и выдающийся матч, на мой взгляд, правил Кучеров. Если бы не его передачи, то Тампе просто, наверное, нечего было бы удерживать в третьем периоде. То есть у них просто не было бы того голевого преимущества. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И не забывайте у вас роман с хоккеем. Всего доброго.